День прав человека В котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку, вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Право – это совокупность установленных и охраняемых государственной властью норм и правил, которые регулируют отношения между людьми. Общество людей должно жить по правилам, и тогда в этом обществе будут действовать принципы разума, гуманизма, справедливости, совести и порядка. Главное право каждого человека – это право на жизнь, право на уважение личной и семейной жизни, право на свободу и многие-многие другие права. В филиале номер 25 функционирует Центр правовой информации. Центр правовой информации – это пункт свободного, бесплатного доступа граждан к правовой информации. Для читателей в библиотеке оформлена постоянно действующая книжная выставка «В мире права», где собраны книги по многим правовым аспектам, такие как, например, права потребителю, выплаты и льготы, наследники и наследства и многие другие правовые темы как для взрослых, так и для детей. Также на выставке представлены для обнародования документы Терновского муниципального образования, где читатели могут познакомиться с муниципальными правовыми актами. А самое главное, что в библиотеке любой читатель с помощью библиотекаря может воспользоваться ИПС-законодательством. ИПС-законодательство – это интегрированный полнотекстовый банк правовой информации с постоянно пополняемой базой данных, где собраны правовые документы с 1917 года и до настоящего времени. Основным законом для нашей страны является, конечно же, Конституция Российской Федерации. 12 декабря ежегодно вся страна отмечает День Конституции. Праздник, посвященный Дню Конституции, – это замечательный повод задуматься о себе, о нас, о нашей жизни, нашей замечательной стране России. Действительно, правовое государство – это то, в котором граждане являются законопослушными, то есть добровольно, осознанно живут и действуют по закону и совести. Любая Конституция – это документ, который закрепляет основы конституционного строя государства, права и свободы человека и гражданина. Основы общественного строя, форм управления и территориального устройства, организацию высших органов государственной власти, – столицу государства и государственную символику. Всем известно, что знать Конституцию должны все люди – и большие, и маленькие. А в наше время порядочность, справедливость, разумность, воспитанность, обязанность – это основные показатели правильной жизни. Это возможность еще раз заявить о значимости прав человека, в восстановлении мира таким, каким мы хотим его видеть – необходимости глобальной солидарности и нашей взаимосвязанности и общей человечности. Если придерживаться всему, что предложено в Конституции, то на Земле прекратятся хаос, террор, насилие, умнетение, дискриминации, посягательства на человеческую жизнь. Общество людей должно жить по правилам, и тогда в этом обществе будут действовать принципы разума, гуманизма, справедливости, совести и порядка. В нашем государстве, впрочем, как и в любой другой стране нашего многообразного мира, законом защищены и взрослые, и дети. Особенно дети, ведь это будущее любой нации. Права определяют обязанностями, обязанности правами. И то, и другое мы должны знать, понимать и дроссовестно выполнять. В этом году вся страна принимала участие в общероссийском голосовании. Внесение поправок в Конституцию – это не чья-то прихоть, а необходимость. За 26,5 лет, прошедших с декабря 1993 года, в стране произошли колоссальные изменения. Это касается и новых технологий, и уровня жизни граждан, и устойчивости российской экономики. В стране необходимо двигаться дальше, используя свой грандиозный потенциал. Ознакомиться со всеми поправками в Конституцию Российской Федерации читатели могут воспользоваться периодическим изданием российской газеты «Неделя» 2020 года, номер 125. Субтитры создавал DimaTorzok